Добрый день, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Добрый день, дорогие телезрители! Я его зачитаю. После сего Иисус вошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. И подойдя, прикоснулся к Адру. Невшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх. И славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Вот нужно сказать, что в Евангелии всего лишь три раза Господь воскрешает, возвращает к жизни умерших. Это воскрешение праведного Лазаря, воскрешение сына Наинской вдовы, о которой мы прочитали. Господь много совершал чудес, исцелял больных, изгонял бесов из бесноватых людей. Но воскрешение из мертвых, возвращение к жизни было всего лишь три. Нужно сказать, что всех, кого Господь воскресил, они... Вскоре тоже их земная жизнь окончилась. Пусть они прожили 70, 80 лет, но наступила и все равно наступила смерть. Но Господь вот этими событиями, вот этими необычайными такими явлениями показывает, показывал, и через Евангелие мы это понимаем, что смерть не является чем-то таким страшным, не должно являться чем-то таким страшным для человека. И Сам Господь, Он для чего пришел в этот наш мир? Для чего Христос пришел в мир? Для того, чтобы... не только для того, чтобы дать нравственный какой-то закон, но Он, самое главное, Он победил смерть и дьявола, победил вечную смерть. Он воскрес из мертвых, когда Его распяли на кресте, положили в каменную пещеру, в гроб, Он на третий день воскрес. И Он показал, что смерть и вот этими событиями, этими возвращениями людей к жизни, Он показал, что смерть уже не будет так давлеть над человеческим родом. И, конечно, мы всегда приходим в трепет и ужас, когда умирают наши близкие, родные люди. Вот, конечно, когда смерть наступает на человеку уже, как говорит пророк Давид, 70, а еще в силах 80 лет. Когда человек действительно пожил, но мы всегда, и, может быть, даже к Богу, обращаемся с вопросом, а почему умирают дети, а почему умирают молодые люди, почему умирают люди в расцвете сил. И, конечно, смерть – это на самом деле загадка. И о ней мы можем только говорить, скажем так, из опыта церкви, по опыту церкви, из опыта святых отцов. Вот, конечно, трудно говорить об этих вещах, о которых до конца не знаешь и не понимаешь, и не пережил этот опыт. И многие люди, конечно, есть опыт людей, которые пережили клиническую смерть, которые рассказывали о жизни, после жизни. И с некоторыми я знаком людьми, и, кстати, некоторых из них жизнь кардинально изменилась, когда они побывали в том мире, и действительно убедились в том, что есть вечность, что продолжается жизнь после жизни. И вот, действительно, жизнь после жизни, она продолжается. И человеку верующему, человеку-христианину смерти бояться нечего. И к смерти нужно относиться тоже по-серьезному. Конечно, когда человек молодой, ему 20-30 лет, то об этом как бы и не задумываешься. И кажется, жизнь длинная, бесконечная, и предела ее нет. Но на самом деле есть предел нашей земной жизни. И вот о смерти размышляли многие святые отцы, многие угодники Божии. И вот, что такое смерть? Действительно, смерти никто не избежит. Но слово это, конечно, такое настораживающее. Надо говорить о жизни после жизни, которая наступает после смерти нашего тела. Бог сотворил человека из души и тела. Душа, она имеет вечное предназначение. И когда тело уходит в землю, душа переходит в иное бытие, в иное измерение. И вот, что происходит после того, как человек окончили сего земные дни? Мы... Вот есть такой яркий, интересный ответ ангела преподобному Макарию Александрийскому, который жил в IV веке. Вот, что он пишет о том, что происходит с душой в первые сорок дней со дня смерти. Почему вот мы первые сорок дней сугубо стараемся молиться за своих родственников, за своих родных, близких? Потому что мы верим, что они живы. И мы просим о том, чтобы Господь простил им грехи вольные и невольные, и вчинил их души вместе с праведными. Вот, что пишет Макарий Александрийский. В предложении двух дней, первых имеется в виду, позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет, как птица, ища гнезда себе. В третий, с находящимися при ней, в третий же день вознестись всякой христианской душе на небеса для поклонения Богу всяческих. После повелевается от него показать душе красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней. По рассмотрению она опять возносится ангелами на поклонение Богу. После вторичного поклонения владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений. По этим различным местам мук душа носится 30 дней. В сороковой день опять она возносится на поклонение Богу, и тогда уже судья определяет приличное ей по ее делам место. То есть, как бы в эти дни душа, можно так сказать, образно сдает экзамен за прожитую жизнь, на добро и зло. И здесь испытывается совесть, вот, и определяется человеку участь в этой вечной жизни. Но нужно сказать, что это не окончательное решение, потому что есть частный суд, когда человек умирает, а еще будет страшный суд, когда Господь придет вторично, и тогда уже определится конкретно, будет определено в душе каждого человека, где ему быть с Богом или вне Бога. И вот еще говорится о том, что, вот, может быть, мы слышали, что душа проходит некие мытарства. То есть, что такое мытарство? Слово «мытня» – место, где как бы взымается пошлина. Это значение этого слова, некие брали штрафы. И вот на церковном языке слово «мытарство» выражается «производимое с девятого по сороковой день по кончине человека своего рода следствие по делу его земной жизни». Так вот, может быть, можно выразиться. И вот в жизни есть, скажем, 20 таких мытарств, образно говоря, по которым истязается душа человека. Я их прочитаю, это из «Жития преподобного Василия». Первое – это прознословие и сквернословие. Второе – ложь. Третье – осуждение и клевета. Четвертое – объядение и пьянство. Пятое – леность. Шестое – вороство. Седьмое – сребролюбие и скупость. Восьмое – лихаимство. Взят отничество. Девятое – неправда и тщеславие. Десятое – зависть. Одиннадцатая – гордость. Двенадцатая – гнев. Тринадцатая – злопамятство. Четырнадцатое – разбойничество, избиение, ударение, драки. Пятнадцатое – колдовство, магия, оккультизм, спиритизм, гадания. Шестнадцатое – семнадцатое – блуд, прелюбодеяние. Восемнадцатое – содомство. Девятнадцатое – долослужение и ересь. Двадцатое – немилосердие и жестокосердие. И вот эти мытарства – это повод, наверное, когда мы идем на исповедь, по этим мытарствам пройтись для того, чтобы вот здесь, на земле, покаяться в этих грехах. И, ну, это образно говоря, человек проходит мытарство. То есть душа человека, она испытывается по вот этим вот грехам. Конечно же, приводятся ангелами и добрые поступки человека, добрые деяния. И здесь вот иногда на картине страшного суда изображается такой ангел с весами, куда ложатся добрые дела и злые. И вот какая из этих чаш перевесит. Но вот нужно сказать, что без мытарств, без этих вот испытаний, как говорится в Евангелии, что Господь, те, кто верит, Он не будет, кто верит в Бога, человек, верующий, старающий жить по заповедям, он без суда пройдет эти все мытарства, да, то есть и достигнет места с Богом. И вот здесь мы понимаем, для чего нам нужно молиться за наших усопших, почему в церкви есть поминальные дни. Вот вскоре Дмитриевская поминальная суббота 2 ноября и Троицкая суббота и Радоница. Вот эти дни мы сугубо собираемся в храмах для того, чтобы помолиться за наших усопших родственников. И это очень важно, потому что в эти дни вся церковь молится о небесной церкви, молится о душах людей, которые перешли в вечность, о тех, кто нуждается в нашей духовной молитвенной поддержке. Иногда многие из наших христиан, верующих, ограничиваются только накануне, придя, поставив свечку в храме, подав записку, принеся какое-то печенье на панихидный стол. Кто-то идет на кладбище, кто-то нет, но самое главное все-таки это молитва. Все-таки мы должны вместе прийти в этот храм. Если мы на самом деле любили человека и любим этого человека, то в эти дни мы не можем обойти храм стороной, потому что именно в церкви Господь, скажем так, принимает сугубо нашу жертву, потому что мы здесь молимся о этих людях, которые уже там в вечности. И важно в этот день подготовиться к службе, не просто прийти в храм, а желательно подготовиться к исповеди, к причастию, потому что для усопшего человека это очень важно. И вот этой молитвой мы выражаем ему свою любовь и свое уважение и почтение. И, конечно же, говоря о жизни после жизни, о той вечной участи, мы говорим лишь земными словами. Мы знаем и должны понимать самое важное, что Бог есть любовь, и что нет ни одного греха, который бы превысил вот эту любовь и милосердие Божие. И, наверное, вот эту вот любовь Бога к человеку мы можем немножечко хотя бы понять из любви родителей к своим детям. И вот мы же ведь любим своих детей, как бы он не ступался, наш сын или дочь, как бы он далеко не ушел от отчего дома, мы его любим, мы его ценим, мы принимаем его свободу. Вот то же самое, и не то же самое, а в высшей степени Господь любит каждого из нас. Он никому не желает адских мучений и ада. Но, опять-таки, нам дана свобода. И в конце нашей земной жизни, на страшном суде, нам придется дать Богу ответ за эту нашу свободу. Как мы ее использовали, и жили ли мы с Богом, научились ли мы сами любить других людей, научились ли мы себя любить, в конце концов, по-правильному, не эгоистично, а по-настоящему. И возлюбили ли мы Бога, возлюбили ли мы ближнего. Поэтому дай Бог, чтобы мысли о смерти нас не пугали, о конце нашей земной жизни, чтобы тоже нас не тревожили, а чтобы мы, конечно, трезво это все понимали, знали и старались действительно дорожить каждым днем, а может быть, часом своей жизни и молиться за своих усопших сродников. Спасибо за внимание.